В Магазе подвели итоги прохождения в Республике ЕГЭ и обсудили подготовки общеобразовательных организаций Республики к новому учебному году на совещании под председательством главы Ингушетии Махмуда Али Калематова. В проведении ЕГЭ в 2020 году было задействовано 1109 специалистов в качестве, руководителей ВПФ, организаторов, технических специалистов, членов государственной инвестиционной комиссии, медицинских работников и ассистентов. На основной этапе ЕГЭ в этом году было зарегистрировано 2635 участников. Контроль в ППФ обеспечивали 40 онлайн-облюдателей из числа студентов в информационно-ситуационном центре, открытом на базе регионального института повышения квалификации работников образования. 34 федеральных, агрегиотированных, общественных наблюдателей, очно и дистанционно мониторили ход ЕГЭ. 10 федеральных экспертов и 44 членов государственной инвестиционной комиссии. В ходе обсуждения мер по подготовке учреждений к началу учебного процесса, глава региона подчеркнул, что приоритеты в этом году должны быть направлены в сторону эпидемиологической безопасности учащихся и преподавательского состава. Так, с целью защиты здоровья всех причастных к учебному процессу, Махмуд Аликалематов поручил организовать для работников общеобразовательных учреждений, включая техперсонал, сдачу в обязательном порядке анализов на COVID-19 непосредственно перед началом учебного года. «Хотелось бы готовность учебного заведения республики обсудить. В первую очередь я имею в виду вопросы противодействия распространения коронавируса». «Указания даю. Всех обследовать. Даже не думайте. Мало того, персонал технический, персонал вспомогательный, сторожей, кто там у них, охранников, чопы. Весь. Ни в коем случае. И посещение, там регламент есть посещения посторонних. Вы себя проверяете, МЧС тоже, ну, кто, специалисты ваши ходят, может быть, их тоже проверять. И контролирующие другие органы. Все силы прилагаете, взаимодействуете. Но школы должны начать работать в полном объеме и в полном направлении. А вот эти все вещи на контроль и исполняйте, устраняйте требования незамедлительно. А если нужно, то поэтапно». Далее речь зашла об итогах проведения государственной аттестации. Министр образования Эсет Бокова сообщила, что результаты ЕГЭ в текущем году оцениваются выше, чем в предыдущем. «Подводя итоги, следует отметить, что результаты ЕГЭ в текущем году намного выше, чем в предыдущем году. Адратно отметить, что в этом году количество стоварных результатов у нас превышает в трое по сравнению с предыдущим годом. По итогам проведения экзаменов основного этапа, введенный экзамен 20-20, в конфликтную комиссию было подано 507 заявлений о несогласии с выставленными баллами. Из них 272 работы, что составляет 54%, по итогам проведки остались без изменений. Удовлетворено 235 заявлений. В целом, единый государственный экзамен в 20-х годах в республике прошел на хорошем организационном уровне, без технологических сбоев и задержек. Со стороны Министерства просвещения РФ и Росзабор надзора по проведению единого экзамен также осуществлялся надзор над уровнем обеспечения безопасности здоровья всех сторон в условиях распространения коронавирусной инфекции. Стоит отметить, что опыт Ингушетии в организации ситуационного центра был отмечен Рособорнадзором как положительно рекомендованный к распространению на регионы. Все нарушения, которые до этого были, они влекли за собой неправильные меры, которые принимали директора, другие нечистоплотные люди, имея возможность, не знаю, материальную, или там, властную, или родственную. А дети, которые в действительности учились, в действительности вот дети, девочки, мальчики, которые с детства, знаете, хорошие оценки, они не могли, они просто-напросто оставались за бортом. Я полагаю, что вот так же надо этот параметр выдержать жестко, твердо, настойчиво, чтобы дети, которые в действительности учатся у нас и хотят продвигаться дальше в жизни, чтобы ЕГЭ им дает шанс для этого, а не те, которые там по всяким неправильным вещам проходят. Вот это мы прекратили. И вот те замечания, мы их выявляли, и они были отстранены. И надо это продолжать, если это прогибли. Надо твердо, жестко к этому. И сегодня ЕГЭ прошел, следующий ЕГЭ готовить уже сегодня. Кроме того, глава Ингушетии заявил, что с 2021 года в Ингушетии будут акцентировать внимание на повышение количества и качества специалистов по техническим дисциплинам. При выделении целевых мест предпочтения будут отдаваться техническим вузам, востребованным профессиям. Светлана Томова, Новости 24.